Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вернемся к истории, истории средних веков, истории Чечни средних веков. Об этом мы будем сегодня говорить. И в этом нам поможет научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики Амин Тесаев. Он историк, он занимается этими вопросами. Амин, 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 амин. Давайте поговорим об истории Чечни средних веков. Вы занимаетесь, у вас с какого века? Вы говорили, с 12 века? В принципе, да. Основные материалы у нас идут с 12 века по все средневековье. Средневековье мы охватываем и постепенно переходим уже к современному периоду. И что интересно в начале 12 века, в начале 13 веков? Если говорить о 12-13 веках, то это канун монголо-татарского нашествия. Это, согласно нашим исследованиям, это движение, всенародное движение под руководством Турпола Нахчо, легендарного чеченского предводителя освобождения территории от такой военной хунты, скажем так. И все это происходит в канун монголо-татарского нашествия. Как раз личности, которые участвуют в этих событиях, встречают это нашествие. Это и наурус, это и нагай, который фигурирует у нас в источниках. Но это больше уже фольклорные источники, скорее. И в 13 веке уже существуют различные источники, допустим, китайские юаньши, в которых описываются владетели на территории Кавказа. И видя картину, которая происходит на Кавказе, ее можно сравнить с тем, что было на Руси. Это удельные княжества, люди, которые держатся за землю, они ищут компромисс с новой властью, получают от нее ярлыки. В принципе, такая же картина была здесь у нас. И имена, которые фигурируют в этих источниках, они прямо и абсолютно легко сопоставляются с личностями тех героев, которые известны чеченцам по своим устным преданиям. У него было три списка. Мулы Арсануко, значит, один список, другой список Шамиля Каратаева, Кадия тогдашнего Ичкеринского и список Нажиртовского Шахбулата Шахтемирова. Это был Наиб Зандагский. И в основном Семенов пользовался списком Каратаева, но ссылался, сопоставлялся с тем, что видят других источников. Так вот, в этом Тариф Чачане, его так называют, в нем описывается, так скажем, тенденциозный рассказ о перемещении чеченцев из Шама на Кавказ в Нашху. И уже далее рассказывается о том, как чеченцы встречают нашествие монголов. И вот на 163 года фактически значительная часть чеченцев уходит в горы и бывают изолированы от плоскости, за исключением тех владетелей, как я сказал, которые классически приспосабливались и принимали новую власть и работали под новой администрацией, скажем так. И вот этот период 13 века там фигурируют личности Хаси, Ботур, Хоур, Чах и некоторые другие. Но если говорить о подробностях, если говорить об успешности исследования последнего времени, то, наверное, больше приходится говорить о 14 веке. После установления, после того, как хан Узбек взял власть, значит, ханский трон, мы знаем, что хан Узбек вырос в кавказской среде, он же вырос в среде черкесов, а потом захватил власть и, кстати говоря, ввел ислам в Золотой Орде. Вот с этого периода уже, как мне представляется, больше кавказская элита, она интегрируется в политические процессы Золотой Орды. И мы уже видим такие личности, допустим, Гуноевский Гундал появляется, Акинский Шоухал появляется, появляется там Садоевский Хоур, впоследствии еще Хаси, появляются личности Терлоевских героев Берега, Элда, Дудора чуть раньше и так далее, и так далее. И настолько кульминация вот этой интеграции чеченцев в политические процессы Золотой Орды, она по нашим исследованиям разворачивается уже во второй половине XIV века, то есть в 1360-е годы, когда появляется личность Наврузхана. Амин, как получилось так, что чеченцы оказались в стане Тартамыши? Что предшествовало этому? Известно, что, ну, ориентировочно с второй половины XIV века, вот по 1380-й год, Золотую Орду захватила такая смута, междоусобное время, большая смута. И, по всей видимости, вот те национальные элиты, которые были в вассальном положении в Золотой Орде, но фактически представляли мобилизационный ресурс Золотой Орды, воспользовавшись этой ситуацией, когда за 20 лет сменилось почти 25 ханов, которые были зависимы от людей, которые поддерживают их в своей междоусобной борьбе, видимо, чеченские представители чеченской элиты воспользовались этим и стали не только уже активно принимать участие, но и влиять на некоторые процессы. И вот в той рукописи, которую я упомянул, в ней говорится о том, что при хане Наврузхане, то есть это 1359-й, 1360-й год, при нем уже фигурирует личность Каирхана, это вот по письменным источникам Каирхан, Кахар, Каиран, значит, в Алгузиане он называется чеченский царь Каирхан или Каиран, в Низам-ад-Дишами, вот когда мы подберемся к Тимуру, в тимуровские источники того периода, описывавшие деятельность Тимура, они называют его кто-то Каирхан, кто-то Каирхан, и так Каирбек и Каирхан. То есть это одна и та же личность, это тогда руководитель чеченской элиты, скажем так. И вот он, согласно этому тариху Чачан, он в 1359 году распространяет свое влияние на восток, вот в сторону северо-восточного Кавказа, горные массивы за Сулаком, его брат становится вот дельным владетелем, да, и чеченцы серьезную роль начинают играть вот при Наврузхане, при следующем проявителе Хизирхане, и вот нам удалось обнаружить в летописи, когда мы работали со списками Татищева, русские летописи, в них говорится о том, что в 1360 году, когда Хан Хизир столкнулся с назревающим межконфессиональным конфликтом на Руси, дело в том, что в Жукотине устроили так называемый бусурманский погром, и в ответ на это в Булгарии устроили христианский погром. И для того, чтобы разобраться с этим конфликтом, туда направляются три посла, ханам Хизирханам. Одно имя, которое фигурирует, это Алтан Цибек, и другое это Каирхан. Ну, если бы было одно совпадение Каирхан, мы бы не решились сразу провести параллель, но дело в том, что вот эти вот люди, они в последующем, обе личности участвуют в войне против Тимура на стороне Тахтамыша, и становится ясным, что речь идет именно о них. И третий, кстати говоря, там был Урус, это тоже будущий хан Золотой Орды. Так вот, вот эти вот три человека, включая два представителя кавказской элиты, Алтан Цибек это осетин, Каирхан это чеченец, они встречаются в Костроме с русскими князьями, и конфликт этот урегулировался, потому что в Костроме князи выдали виновников погромов, и вот с этими вот людьми они отправились в ставку к хану и передали их им. Но уже после того, как родной сын убивает Хизира, хана Хизира, уже Мамай, знаменитый Мамай, выходит на арену, и начинается полноценная смута в Золотой Орде, в следствии чего, вот согласно рукописи Султан Казыгирея, есть такой источник, в нем сообщается о том, что в 1362 году чеченцы внезапно напали на Татартуб, это такой центр золотордынский на территории Кавказа непосредственно, далее разгромили канкалов и аройтов. Это из сегодняшней терминологии, это монголы и нагайцы. И когда мы работали уже с нарративными источниками, чтобы, скажем так, подкрепить нарративом письменные данные, мы убедились в том, что речь идет о том, что вот после того, как Хизирхан был убит, и Мамай стал претендовать на власть в государстве, наш Казирхан или Хоур категорически в конфронтацию ступил с Мамаем, то есть его личность он не принимал, поскольку Мамай, он вообще деспотические, у него нравы были, и, допустим, у Головинского, других источников, в описании чеченской этнографии говорится об этом, что с чеченцами не лучшие отношения были. И вот у султана Казыгарея говорится, что на тереке разгромили, убили Мамака, эта форма убили, она обычно как разгромили употребляется. Это, скорее всего, Мамаевское городище в районе Шелковской. После этого осадили татар-туб и напали на Мажары, и вот в этнографических источниках говорится, что под руководством Хоур-Эйла разгромили Мажары, вот Канкалы, Ароиты, письменного источника, настолько, что выкопали, вытащили костяк из мавзолеев, которые были в Мажарах, собрали их общую кучу, подожгли, чтобы и след остыл от противника, от его присутствия 100-летнего на территории Кавказа и Чеченца. И в последующем, если смотреть по датам 1362-й год, по 1380-й год, это у нас, опять же, как я сказал, смута, смута, пока при поддержке Тимура Чингизид, Тахтамыш не устанавливают свою власть в Орде. При нем начинается консолидация, и при нем же, как мы знаем, вот в сражении Дмитрия Донского против Мамая 1380-го года, если мы помним, там татарская конница поддержала Донского против Мамая. Эта конница была делегирована туда, по всей видимости, Тахтамышем. И вот этот вот союз русские тогда, вот почему для нас очень примечательный этот период, это вот союз, яркий союз чеченцев, личные отношения, элиты чеченской, элиты русской, и союзнические отношения при Тахтамыше, вот, значит, совокупно сформировался вот этот вот альянс, русские, чеченцы, как второстепенная местная национальная элита под руководством Тахтамыша против Тимура. Почему против Тимура? Потому что после того, как Тахтамыш сумел установить свою власть на Золотой Орде, и, естественно, местные элиты, понимая, что появилась сильная фигура, приняли, как бы, признали свой вассоритет обратно, в том числе и чеченский предводитель Хоур. И вот с этого момента Тахтамыш, уже почувствовав себя уверенно на своем троне, не захотел считаться с покровительственными отношениями с Тимуром. А Тимур, как известно, он не был чингизидом и не мог стать ханом, и вместе с тем претендовал на то, чтобы быть духовно-теократическим, скажем так, руководителем всего бывшего чагатайского улуса. И вот в этом конфликте чеченцы оказались на стороне Тимура, на стороне Тахтамыши. Наверное, роковые обстоятельства для нас. Вот мы знаем, в 1391 году было сражение, и в 80-е годы вторжение Тахтамыши в Ширван, и чеченцы принимают в этом участие, потому что, опять же, тот же султан Казагирей в передовице Тахтамыши сразу после, собственно, монгольских племен называют уже чеченские племена. А уже потом кумыки, уже потом франки, наемники генуэзции, и прочие армяне там, и так далее. И уже к 1395 году, когда наступает кульминация противостояния Тахтамыши и Тимура, когда Тимур направляется в сторону Терека, это апрель месяц, середина апреля месяца, знаменитая битва на Тереке, трехдневная. И вот, как я сказал, во время этого сражения чеченцы под предводительством Хоура или Каирхана выступают на стороне Тахтамыша. И, как известно, кроме одного обстоятельства, когда Тимур чуть ли не оказался, чуть ли не погиб во время сражения, и его выручил шейх Нур-Аддин, для нас это знаковая личность шейх Нур-Аддин, потому что он фигурирует в чеченских нарративных источниках, потом Тимур победил, фактически разгромил Тахтамыша, и Тахтамыш бросил всех тех, которые выступили на его стороне, сам убежал на север, чтобы спастись. Тимур, конечно, какое-то время пытался догнать его, а местные элиты, которые уже смирились с тем, что их хан потерпел поражение, в том числе и чеченские, чеченская элита под руководством Хоура, они отошли и ждали развития событий. И вот по сатойским источникам мы публиковали их нарративные источники, восстановленные в журнале Талам на чеченском языке, и в них сообщается о том, что когда Тахтамыш был разгромлен, чеченцы, видя, что нет смысла в дальнейшем конфликте с Тимуром, как бы свои обязательства они выполнили, Тахтамыш бежал, они заключили договор с Тимуром, что он спокойно продвигается, его войско на запад, куда он вешел, а наши не будут препятствовать этому передвижению. Надо понимать, что если верить источникам, Тимуровское войско, это за 100 тысяч человек только солдат, воинов. Это же какой обоз, который их кормит, это же какой скот, который они с собой везут, это же какие обслуга, потому что у них у всех были слуги и так далее, и так далее. Это такая вереница была. Естественно, всю эту вереницу защищать было нереально. И важно было обеспечивать безопасность тылов. И, видимо, в рамках вот этих вот необходимостей они заключили договор с чеченцами, с Хоуэром, о том, что не будут вступать в конфликт друг с другом. И между тем, вот согласно этому источнику, говорится, что вот местные элиты, которые проживали в том числе на территории современной Чеченской республики, как бы интригуя, желая укрепиться самим на этой земле, стали вести интриги, чтобы спровоцировать Тимуровский поход на чеченцев. Естественно, против чеченского руководителя, тогдашнего Хоура. Ну, Унус Симсим, как он фигурирует в произведении Низам, в произведении Зафар-Нама, книга называется «Зафар-Нама», книга побед, одинаковое название у двух авторов, Низам-аддин-Шами и Шереф-аддин-Езди, которые описывали деятельность Тимура. И вот и там, и там говорится, Унус Симсим, и вот предводитель там Каирбек или Гаюрхан, то есть тот же самый Каирхан, Хоур по-чеченски. И, так вот, называется имя предводителя той интригующей элиты местной, это Мирза-Паша. Они сначала посредством шейха Нураддина, вот опять же фигурирует эту вот личность, которая спас Тимура во время сражения на Тереке, спровоцировали нападение на чеченцев. И вот это нападение, это первое крупное сражение, которое состоялось в Ханкальском ущелье. Ну, традиционно, это главные ворота. Значит, во время этого сражения, вот там подробности сообщаются, что вот к Хоуру пришел его осведомитель, кумык по национальности, это был переводчик. Он сообщил о том, что встанье у Тимура состоялся диван, на котором было принято решение из-за интриг вот этих вот деятелей совершить поход на чеченцев. И мотивация какая была, не верьте договору с чеченцами, они обязательно в самый неудобный момент ударят вам в тыл. И состоялось сражение. Хоуру, когда получил эту информацию, немедленно отправился к своим приближенным, сообщил своему сыну о ситуации этой. Хаси организовал орд, так называемый, собрал воинство и отправился в Ханкарское ущелье навстречу двигающемуся противнику. И в Ханкарском ущелье состоялось четырехдневное сражение. Конечно, чеченцы проиграли это сражение, но благодаря этому, кто представляет себе чеченскую географию, во-первых, тогда это густые леса, а чеченская равнина была вся оголенная. Что такое чеченская равнина? Между Шин-Сюр-Кварт, то есть между двумя горами Сюр-Кварт, Грозный, Чечен-Аул, Бердекель, Пригородная и так далее. И между черными горами, то есть это вот начало Аргунского ущелья, Алхазурова, Дубаюр, Гуайты и так далее. Вот эта равнина, она была оголенная. Вход в нее был через Ханкальское ущелье. Если бы сразу противник появился в этой равнине, долине, он бы уничтожил львиную долю чеченского народа, которая, естественно, была уже, как я сказал, после начала управления узбеком, Золотой Ордейхана Узбека, они уже начали интегрироваться. И благодаря вот этому четырехдневному сражению удалось эвакуировать женщин, детей, стариков и так далее. Мобилизовать ресурсы, соответственно, и вот после того, как чеченцы потерпели поражение, ну, тактическую победу, я бы сказал, в Ханкальском ущелье, но фактическое поражение, значит, на этом действия боевые прекратились. Это первый этап, скажем так, был. И дальше в том же источнике сообщается, что даже после этого вот та интригующая элита под руководством Мирзе Паши, понимая, что на этом хребет чеченцам никто не сломал. Опять же обратилась, но уже в данном случае, говорится, через сына Тимура, опять же, на диване был поднят вопрос о необходимости добить хищника у себя в гора. И вот говорится, что снова было принято решение устроить поход, но уже во главе этого похода был непосредственно сам этот главный интриган, Мирза Паша. Описывается подробный маршрут. Мы знаем, что это движение уже было в Аргунское ущелье, в ущелье реки Бас, в ущелье Хунхулау, значит, ну и так далее, вот по периметру. И противник двигался, и вот Мирза Паша, вот если посмотреть современный Веденский район, это над горы, над Сильментаузеном, над Маккетами, вот в этой области есть топоним, который называется Мирз Паша. И военная дорога, так называемая Бонет, вот сегодняшние магистрали совсем отличались от тогдашних, то есть перемещение тогда было, вот по Аргунскому ущелью было нереально идти. Нужно было идти в обход речного бассейна, нужно было завернуть вот на сторону Сильментаузена, вот это вот направление. И вот этот топоним, Мирз Галли, он говорит о ставке, где вот этот вот Тимуровский полководец устроил ставку, и они вели боевые действия. И, к счастью, есть местность по Хулхулауке Энти-Багин-Аре в районе Ригахоя. Там сообщается, что совокупно там даже называются тейповые представители, там Дишни, Харчо, Чермой, значит, и прочие другие, они остановили совокупно противника в том направлении. Значит, в аргунском направлении, собственно, аргунцы и пешкойцы тоже очень акцентируются на это внимание, они оборону удержали. И вот непосредственно в местности Мирз Галли чеченский отряд, воспользовавшись, значит, ситуацией, во время ночи, ночного вылазки, ранили смертельно этого Мирза Пашу, он там отполз, согласно источнику, там метров сто, умирая, и скончался. И на этом, собственно говоря, это движение, оно захлебнулось. Поход этот. Этот поход, да, второй уже поход, я бы сказал, второй этап первого похода. Завершилось это тем, что Тимур, собственно, лично явился в горы и устроил такой погром, от которого мы отходили на протяжении почти двух, трех сотен лет. Конечно, это большая потеря для народа с такой ордой встретиться на маленьком клочке земли. Амин, спасибо тебе большое. Было настолько интересно, что я, затаив дыхание, слышал все это дело. Я уверен, мы еще продолжим с этого. Дальше продолжим. Спасибо тебе. Дэри, большое спасибо. Друзья, мы будем в своих программах возвращаться к истории членского народа. будем делать программы литературные, будем делать программы по искусству, по культуре. Разнообразную тематику будем брать. Сегодня мы начали цикл по истории. Очень интересный собеседник у нас был, научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики Тесаев Амин. Мы его благодарим. И на этом все пока. Гурдова Дюана.